Девушки отдыхают Сердца не за награды Мы ищем свет в конце пути Не страх потери, не боль утраты Нас не заставят с пути сойти Это наша судьба Это наша работа В поисках правды идти до конца Это наша судьба День и ночь год от года Охранять ваши жизни и ваши сердца День и ночь год от года Привет Не знаешь, как наши сыграли? Привет, Лапин, подожди, у меня для тебя расходы Наши, конечно Три-два На последней минуте забери Чего ты подери, а? За сериал такой матч пропустил Ты что, Лапин, сериалы смотришь? Ты с ума сошел? Жена? Держи Свежий Между прочим, специально в Союз печать заезжала Ну, скажи, что бы я без тебя делал? Не знаю Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ой, Лешка, привет! А ты чего, дома? Думала, меня нет? Где ты была? Кто тебя подвез? Ой, Леша, я тебя умоляю Не начинай все сначала Ты прекрасно знаешь Что я была у Маши Я звонил Маше Целый день У нее был недоступен телефон Из этого ты сделал вывод Что меня там тоже не было, да? А мне позвонить не мог? Что за тип тебя подвез? А я не знаю, что это за тип Это просто бомбило! Леш Ну, Лешка, ну, пожалуйста Ну, не начинай На пустом месте, а? Я соскучилась Как дела? Да вроде хорошо Слушай А у нас завтра вечеринка будет в клубе С партнерами Ты должна быть там Хорошо? Угу Привет Привет А ты что здесь делаешь? Ты спрашиваешь, что я делаю во дворе нашего дома? Ну, я просто думал, что ты на работе А, ну, конечно Это было бы удобнее для тебя А теперь тебе придется объяснять Что ты здесь делаешь Если твой самолет прилетает через час Слушай, давай Не будем устраивать бесплатный цирк в дворе Пойдем домой Где же он? Смотрел, передает Там крем, как положил на носу Ты что? Там мне сразу красиво Ой, да Знаешь, Лёв Мне кажется, мы просто Сэкономим время Если ты поймешь, что я все знаю Про тебя и Валентину Что, собственно говоря, ты можешь знать Ну, да Я не люблю тебя Ты стала замороженной селедкой От тебя слова не услышишь в простоте Ты У тебя все с подтекстом А Валентина Она нормальная, живая женщина В отличие от тебя Ну, во-первых Никогда не слышала, что селедка бывает замороженной А во-вторых Ты не хочешь рассказать о прелестях Валентины Своему другу Лёшу Фрому Вот он удивится, когда узнает Как ты высоко ценишь его жену Заткнись Я устала от твоих измен Ведь Валюша не первая Правда? И я так думаю, не последнее Увлечение в твоей жизни В общем так Я хочу развестись И я хочу половину твоей доли в бизнесе Значит так Или все остается как есть И ты получаешь от меня приличный пенсион И мы не лезем в дела друг друга Соблюдая внешние приличия Ну, либо мы разводимся И тогда ты не получишь ни копейки И, кстати, с квартиры тебе тоже придется Съехать Алло А, Лёшка, привет Да, отлично Завтра вечером? Ну, хорошо А с женами так с женами Наталья Завтра вечером ты должна пойти со мной в клуб Это официальное мероприятие Надеюсь, мы обо всем договорились? Конечно, милый Сейчас будем тебя кормить Знаешь У меня нет сил даже улыбаться Ты знаешь, Саша Мне кажется, чтобы у тебя были силы улыбаться Тебе пора сменить профессию А заодно место жительства Жень, я тоже люблю свою работу И эту Родину Может быть, я смогу приезжать к тебе в Хьюстон? Да По-моему, именно американцы придумали гостевой брак Но даже они бы сказали, что это то мач А что такое гостевой брак? Гостевой брак? Гостевой брак — это когда Супруги живут в разных домах И иногда ходят друг к другу в гости А то мач То мач Ну, то мач — это в том смысле, что Ходить друг к другу в гости через океан — это слишком Через чур Привет, Лешка Здорово, Лев Здорово Нормально? Ты чего такой смурной? Как я понимаю, нам ей что, отметить? Да Все отлично Немцы сами решили устроить эту вечеринку Они Они очень довольны А ты что, нет? Слушай, я чувствую, что-то случилось Говори Что произошло, Леш? Лев Скажи, а Если бы Наташа тебе изменила, что бы ты сделал? Ну, что за бред такой? Наташка мне Ну, я не знаю, но разошелся бы А я бы ее убил Кого? Наталью? Да нет, при чем здесь Наташа? Ольку А что, Валентина, она что? Изменяет тебе, что ли? И ты знаешь, с кем? Да ничего я не знаю Просто что-то не так Ладно тебе Лешка Да это бред Да-да Я зайду Я зайду позже, давай Чтоб ты был в хорошем настроении К вечеру готовься Буду Готов Буду Буду Ну, привет, привет 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 Добрый вечер Привет Привет Я сейчас приду Веселитесь Левушка Ну ты что, у нас всего минутка Давай так уйдем Или сначала ты, или сначала я Посмотрим по обстоятельствам Слушай, Алешка о чем-то подозревает? Ты с ним... Ерунда, обычная паранойя Ты же его знаешь Пока эти немцы веселятся Он никуда не уйдет А его от нахаля увеселиться до утра Да, я поскакал Договорились Подожди, а... По Наталье что скажешь? С Натальей обо всем договорился Она хоть и сука, но баба умная Ребят Веселиться Ты, Анатарь Поехали Скажите, это кто танцует? Как кто? Это ж хозяин клуба. У него еще и школа аргентинского танго есть. Здорово, да, танцует? М-да. Если хочешь получить девушку, пригласи ее на танго. Спасибо. Спасибо. Володь, потанцуй с блондинкой в барной стойке. Зачем? Ну, считай, это моя личная просьба. Потом, тебе ведь это не сложно, правда? Да. Я бы с большим удовольствием потанцевал бы с тобой. Но, коли ты просишь, но у проблем. Давай. Я могу пригласить вашу жену на танец? Спасибо. 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 Ну что, Лева? Уводит девушку на глазах. Что тебе нужно? Ничего. Соблюдай приличие, как мы и договорились. Выпей со мной шампанского Остынь Остынь Очень приятно было Азардались Как здорово Леша, ну ты что? Ты чего, из меня решила клоуна, что ли, сделать? Что ты глупости говоришь? А ну пойдем поговорим Леша Прекрати сейчас же Леша, прекрати сейчас же Ты чего устроила на людях? У тебя сейчас совсем мозгов нет Да отпусти, мне больно Пусти Так ты его знаешь Смотри, как раздухарилась Тебе понравилось, как он тебя лапал, да? Да ты прекрасно знаешь, что ничего не было Что ничего? Вот это вот ничего, да? Вот это ничего Ах ты шлюх Да-да, слушаю Леша Звонили из милиции В офисе сработала сигнализация Я поеду, узнаю в чем дело Изжай Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Ну что, Яков Аркадьевич? Угу Значит, женщину застрелили из травматического пистолета Стреляли в упор А второй? А вот с ним все как-то непонятно Есть рана на голове Возможно, били вот этой статуэткой Но отпечатков на статуэтке нет Ты знаешь, вообще не похоже, что был номер из-за этого По-моему, извини, он умер вообще в результате отравления Но точнее, только после вскрытия У вас есть зацепки? Вот Комаров снял отпечатки Это мобильный Это документы на машину, которые около ворот, наверное, я так думаю Михайлов Лев Семенович Значит так, Саш В убитой соседка опознала сестру хозяйки дома, Валентину Хромова Этого клиента она не знает Я знаю, Михайлов Лев Семенович, пробей Да, еще соседку утверждают, что была якобы какая-то третья машина Возможно, это муж хозяйки Алексеев Хромов Ну что, не исключено, что у нас вырисовывается фигурант? Но я бы не делала скоропалительных выводов Девочки, Лапин говорит Пробейте мне, пожалуйста, Михайлова Льва Семеновича 62-го года рождения Да, жду Ты знаешь, Саш, мне кажется, что был третий Муж ревнивый Выследил, ворвался в дом И одной пулей он убил обоих И бродил по берегу В тоске Именно так оно все и было Да, слушаю Михайлов Лев Семенович Зам генерального директора фирмы «Альтаир» Спасибо Я на фирму? А я выясняю адрес и к Фромову А я, как всегда, забираю трупы Мобильник не забудь Так Добрый день Здравствуйте Могу я видеть вашего директора? А его пока нет А Алексей Васильевич? Да, Алексей Васильевич Фромов Простите, я забыла представиться Майор Старкова Ой, здравствуйте Да ничего, вы сидите, сидите А ваш зам директора? Лев Семенович? Лев Семенович Он тоже отсутствует А что-нибудь случилось? Да нет, собственно говоря, ничего А скажите, пожалуйста Давно ли они отсутствуют? Вы знаете, я не видела их со вчерашнего вечера Да Вообще, такое в первый раз случается Чтобы их сразу обоих не было на работе Сегодня день сложный Три встречи пришлось отменить А какие у них отношения? Отношения? Ну, очень хорошие Но они друзья с института Ну, бывает такое, что по работе поругаются Но тут же едут отмечать вместе Вот как вчера, допустим А они вчера вместе уехали с работы? Нет, они уехали порознь За женами заезжали А отмечали вместе, да Будьте добры, дайте мне, пожалуйста, телефон Жены Михайлова, замдиректора Да, да, конечно Секундочку Вот, пожалуйста Спасибо большое, до свидания До свидания Да, я поняла вас Я скоро подъеду Это как раз касается вашего мужа Я буду минут через пятнадцать-двадцать Ага Всего доброго Здравствуйте Здравствуйте Вы мне звонили? Да, майор Старкова Ну, я вас слушаю Скажите, пожалуйста, Наталья Где вы были прошлой ночью? А что, собственно говоря, случилось? Дело в том, что ваш муж на один мертвый Его что, убили? А вас это не удивляет? Нет Нет Что-то подобное должно было произойти Почему? Видите ли Если постоянно наставлять рога жене и друзьям Велика вероятность, что в какой-то момент это может плохо кончиться Вы были в курсе его измен? Догадывалась А недавно я случайно узнала, что У Левушки Роман С женой нашего близкого друга Ну, я высказала ему все, что я думаю по этому поводу Слава Богу, что Алексей не знал Для него это был бы, конечно, удар Алексей Фромов? Да, Фромов Вы мне так и не сказали, что вы делали прошлой ночью До четырех часов утра я была в клубе Черный принц У нас там была вечеринка Которую организовал как раз Алексей Фромов Ну, такой небольшой корпоративчик С немецкими партнерами А потом домой Вы понимаете, что я должна буду проверить эту информацию? Ну, проверяйте Ну, тогда дайте мне, пожалуйста, телефон и фамилия, имена людей Которые могут подтвердить, что вы были в клубе Вы знаете, я думаю, что вам лучше спросить у Фромова Ведь это он их приглашал Кроме Фромова, у кого могут быть списки приглашенных? Не знаю Возможно, секретарша Хорошо, спасибо Пожалуйста Договорились, киска моя Да, вечером жду Да, я твой котик Я перезвоню Вызывали? Приглашал, Александр Николаев, приглашал Заходите, присаживайтесь Вы знаете, я тут почитываю дело вчерашнего двойного убийства У вас есть какие-нибудь версии? Дело очень запутанное, нужно время, чтобы в нем разобраться Да вы что, мне все кажется предельно ясно По результатам экспертизы Отпечатки пальцев на травматическом пистолете, из которого была застрелена Валентина Фромова Принадлежат Льву Михайлову Таким образом, вывод напрашивается сам с собой Любовники поссорились, и Михайлов застрелил Фромову Все очень просто Но Михайлов отравлен И в комнате явно следы борьбы И потом соседи видели вроде как машину Алексея Фромова Кто отравил Михайлова, или он сам отравился, что-то здесь не так Александра Николаевна, как вы любите все усложнять? Может просто Фромова боялась, что любовник проговорится мужу И решила отравить его, а тот узнал об этом и застрелил ее Все очень просто, дело можно считать завершенным, да Как завершенному? А вот так А сейчас мне некогда, до свидания, Александра Николаевна Хьюстон, штат Техас Что? Ничего Здрасте, Юрий Семенович О, Саша, привет Садись Что-то ты какая-то сегодня не такая, хмурая Что ему от меня надо, а? Кому? Сорокин хочет закрыть дело Господи, ну и перекрестись три раза Что тебе этот Сорокин? Кто он против тебя? Так, Шино Не верю, я понимаете, когда запутанные преступления очень просто раскрываются, но... Ну, внучка своего деда Чем я могу тебе помочь? Чем отравили Михайлова? Понимаешь, дело в том, что структуру отравляющего вещества, которые нашли в оливках и в крови покойного, я так до конца пределить и не смог А с чем это связано? Нестабильное соединение, очень быстро распадается Я приготовил тебе заключение Все как положено Ну, хотя бы в какой области встречаются подобные соединения? Не уверен, но... Может быть... Фармакология Спасибо Спасибо Ну что, все так серьезно? Знаешь, если отталкиваться от этого заключения, то... В общем, не так давно у нас в стране появился один препарат Его в эндокринологии используют Прости, пожалуйста Макс, у Фромовой в сумочке какое лекарство обнаружено? В небольших количествах он абсолютно безвреден Но при малейшей передозировке в сочетании с алкоголем это опасный яд А в аптеках можно его купить? Да, конечно, можно, только исключительно по рецепту Кстати, он есть в аптеке на Никольской, я точно знаю А в аптеке остается рецепт? Ну да, это препарат серьезный, поэтому остается для отчетности Женька, что бы я без тебя делала? Все так же ловила бы бандитов, что... Ну вот, сейчас опять и бежишь Ну, дожди Ром Сегодня меня не будет, не ждите А завтра знаешь что? Дуй в аптеку на Никольскую Все пока Свобода Дожди Давай, держу, держу На меня чуть Давай Проводим Здорово Ну что? Как видишь, покой нам только и снится Да не говори, кто обнаружил труп? Лейтенант Что-то зацепилось Лейтенант Медведев Здрасте Нам позвонил пенсионер Он тут вечером на лодке рыбачил Обратил внимание на машину в воде Тут не очень глубоко и вода прозрачная Мы приехали на место, а потом вызвали водолазов Одним словом, подняли с одной машины Там оказался труп мужчины Чей? Фромова Алексей Васильевич При нем были документы Несчастный случай? Не похоже У машины вдрызг разбит задний пампер А тут недалеко, на берегу Метров пятидесяти Следы какой-то другой машины А у Михеева разбит передний барон Вот Ну что, привет Сорокину Привет Сорокину Дело он хотел закрыть Спасибо, лейтенант Ну вот Как я и говорил У нас вся документация в полном порядке Это рецепт, на основании которых мы продавали препарат Но я вам могу дать только ксерокопию Ксерокопия мне тоже нужна Как вы сами можете убедиться Препарат Купили только трое больных Спасибо Вы меня очень обрадовали Скажите, а доктора специально так пишут, чтобы ничего понять нельзя было? Вы очень медленно работаете И ваша версия, что Фромова убил Михайлов, рассыпалась Это была ваша версия К тому же, по результатам экспертизы Смерть Фромова наступила около десяти часов вечера Жена Фромова была убита приблизительно в то же самое время Около полуночи Алиф Михайлов? Да, что-то не сходится Короче, нужно разобраться, кому еще выгодна смерть Михайлова Жене Михайлова Но у нее алиби на ночь убийства Да, но ведь кто-то послал СМС Фрому о том, что его жена с любовником в доме сестры СМС было послано с сайта Отследить отправителя невозможно Остается одна зацепка Редкий яд, которым был отравлен Михайлов Найдем яд, найдем убийцу Мы уже работаем в этом направлении Работаете? Работаем Так идите работайте! Вот ты мне можешь объяснить, где Стрижевский? Сказал, что у него срочные дела и куда-то свалил Знаю я его срочные дела На этот раз ты ошибаешься Ты знаешь, он сегодня утром опросил всех врачей, которые уписывали рецепты? Не может быть! Умнеет на глазах? Вот так вот И знаешь, что выяснилось? Одна из пациенток работает в ферме Альтаир Угадай, кто? Ну, кто? Это наша милая секретарь, Светлана Варапаева Вот рецепт, который выписан на ее имя Нормально Слушай, если меня кто-нибудь будет искать, я в Альтаире Давай, удачи Здравствуйте, Светлана Здравствуйте Я к вам Пожалуйста Светлана Вот по вот этому рецепту Вы приобретали в аптеке препараты А вы откуда знаете? Ну, работа у меня такая Оказалось, что в крови Михайлова Льва Семеновича Оказался именно этот препарат Да вы что? Не может быть Ну, вот так произошло Давайте мы с вами попытаемся разобраться, как это могло случиться Расскажите мне для начала, зачем вам эти таблетки Ну, мне врач посоветовал Дело в том, что мы с мужем Семь лет не можем завести детей Врач сказал, что это самый лучший препарат Ну, я пошла в аптеку, купила А, кстати, очень дорогое лекарство Ну, и как результат? Ну, да пока еще не знаю Его полгода надо принимать Я пью только месяц А кто-нибудь знал о вашей проблеме? Я не скрывала Мы с Валентиной говорили на эту тему Валентина? Это жена Фромова Фромова, угу У них тоже детей нету А с ней Наталья была А Наталья? Жена Михайлова Жена Михайлова Вот, она мне тогда сказала, что нечего деньги тратить на лекарство, дорогое Лучше проконсультироваться у хорошего специалиста А вы им показывали эти таблетки? Да, я как раз тогда их только-только купила Да, показывала Не пропадало у вас никогда это лекарство? Нет, что вы, оно всегда со мной Как давно вы принимаете? Около месяца Недавно вот второй флакон открыла, пять дней назад А куда вы дели использованный? Да, выбросила в корзину Кто-нибудь это видел? Ну, кто-нибудь приходил в офис? Наталья была с Валентиной Они вместе приходили, да, вместе А вы не отлучались никуда? Да, я выходила А они оставались в кабинете? Вы знаете, я не знаю Я когда вернулась, Валентина была в кабинете у Фромова А Наташа вообще куда-то ушла, не знаю Как вы принимаете это лекарство? По одной таблетке один раз в день То есть вы пьете уже сколько? Ну, второй бутылек Пять дней Пять дней Вы не могли бы посчитать, сколько сейчас таблеток? Конечно Пожалуйста, во флаконе 25 таблеток Пять дней пью Раз, два Раз, два, три, четыре, пять, семь, восемь, девять Десять Раз, два, три, четыре, пять Спасибо, Светлана Всего доброго До свидания А где еще десять? Здравствуйте, Яков Аркадьевич Это я У меня к вам одна просьба большая Да, Сашенька, я понял Я не могу ничего обещать Но я сделаю все, что в моих силах Да, спасибо большое Вы меня очень выручите И, конечно, конечно Отправитесь на экспертизу Комару Спасибо, пока Слушайте, детки Здравствуйте А вы вчера тут были? Тетя, иди куда шла Деточка Что ты сказала? Ты что, глухая, что ли? Ну, хорошо Майор Старкова Валер, Валер Куда? А ты что, не убежал? Так это не я поджег Чего поджег-то? Ну, там пацаны, короче, гараж-то у козла Запалили Ну, там уголочек так Зажарился А, ну ладно Расскажи мне, вы тут вчера сидели? Ну, да И чего здесь было? Ну, сначала тетя Валя приехала на такси Потом какой-то чувак на Тойоте прикатил Ага А потом дядя Леша, короче, на машине Дядя Леша, это Фромов? Да, конечно На машине прикатил, в дом бежал Потом как выскочит, да и рванул в машине Ну, и чувак на Тойоте за ним, в общем А быстро этот на Тойоте за ним выбежал? Да, минут через пять, а может быстрее Понятно А вы здесь долго сидели? Ну, часов до двух Ух ты А, кстати, когда мы уже уходить собирались Ну? Мужик на Тойоте снова прикатил, в общем, только уже бухой А что ты решил, что он бухой-то? Он шатался Понятно Ну и что? Ну, в дом пошел, а мы к себе по домам Ясно Спасибо Догоняй Здравствуйте Здравствуйте Можно к вам? Конечно Спасибо, что уделили время Ну что вы, вы меня так заинтриговали Садитесь Спасибо Вы знаете, я даже не рассчитываю на то, что вы сознаетесь во всех убийствах Но я думаю, что вы хотя бы мне расскажете правильно, я все поняла или нет Вы действительно устали от измен своего мужа И хотели с ним развестись Но в связи с тем, что вы материально от него зависели, вы этого сделать не могли Тогда вы решили просто его отравить Слава богу, средство отравления очень подвернулось вовремя Это лекарство, которое пила секретарша Светлана У вашего мужа действительно был роман с Фромовой А Фромов патологически ревнив Вы спровоцировали скандал в клубе Я разговаривала с Владимиром Досаевым Он мне рассказал о том, что именно вы попросили его танцевать с Фромовой Ну что вы Я просто хотела насолить своему мужу А когда вы писали СМС Фромову, вы, наверное, хотели насолить Валентине Фромовой А вы можете доказать, что СМС отправила я? Нет Я не могу этого доказать Я даже не могу доказать, что именно вы отравили собственного мужа По заключению экспертов, смерть должна была наступить через 5-7 часов после отравления Так что ваш муж был отравлен еще в клубе А в связи с тем, что именно вы по специальности нейролингвистический программист И именно только вы должны были знать о том, что 10 таблеток в сочетании с алкоголем достаточно для смерти Таблетки? Какие таблетки? Первый раз слышу Флакон от этих таблеток вы подбросили в сумку Фромовой После скандала в клубе Фромова приехала в дом своей сестры, куда приехал ваш муж Михайлов Получив СМС, туда приехал ее муж Фромов Между мужчинами произошла драка, в результате которой Фромов, скорее всего, оглушил вашего мужа И в состоянии аффекта убил свою собственную жену Михайлов пришел в себя гораздо быстрее, чем Фромов рассчитывал, догнал его И своим автомобилем столкнул машину Фромова к реку Потом вернулся в дом Фромовой и умер, так? Не знаю Меня же там не было А все, что мне рассказали, похоже на плохой мексиканский сериал Вы знаете, даже у плохого мексиканского сериала должен быть режиссер А у этого сериала режиссер вы Но, к сожалению, я этого доказать не могу Таким образом доказано, что Фромов убил свою жену в состоянии аффекта и покушался на Михайлова Михайлов, очнувшись, убил Фромова и умер от отравления А устроила все это Наталья Михайлов Только вот доказать, что она смогла отравить собственного мужа, мы не можем Александр Николаев, ну не расстраивайтесь вы так, вы провели серьезную работу А добро побеждает зло лишь только в кино, а в жизни бывает иначе Я вот одного понять не могу Как Наталья Михайлова узнала, где ее муж встречается с Фромовой А это высокие технологии, в мобильном телефоне есть такая услуга Определение координат абонента Плати деньги и получаешь Нет, Александр Николаев, ну если уж человек задумал преступление, его ничто не остановит Не только не остановит Но и не всегда накажет Это ужасно, когда знаешь, кто виноват и сделать с этим ничего не можешь Может быть я не своим делом занимаюсь Ну что вы, что вы Да Вы прекрасный оперативник Тем более, что рано или поздно наказание настигнет всех, вы уж поверьте Да, хочется верить Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Ну в общем, видимых повреждений нет, предположительно смерть наступила вчера с часа до пяти А отчего? Можете? Нет, ничего определенного я сейчас сказать не могу, нужен осмотр, я забираю тело Макс, обратим внимание, что перерыто вот здесь вот все вообще Ребят, давай А вот тут в углу не тронуто Видимо, здесь нашли то, что искали Интересно, что они нашли Кстати, я обнаружил вам очень четкий отпечаток ботинок, где-то 46 размер Не исключено, что наши клиенты Надо выяснить, кто вот это Угу Соседки, которая нашла тело Кстати, где она? Она в соседке Кстати, знаешь, что соседка сообщила? Что у нее был запасной ключ от этой квартиры А где вы это видели? Там Прекрасно Шучу, и что, позвоните мне в эту посылку Которую вы пишете, в своей почте Она в своем смысл снает, впечатает, как-то прикольно Она тоже посылает Спасибо Привет 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 Как дела? Нормально, а ты кто? Я из милиции Антонина Павловна, скажите, пожалуйста Может быть, вы знаете Могла ли ваша соседка хранить дома какие-нибудь драгоценности или деньги? Да что вы Людочка всегда боялась грабителей А по-вашему, что могли у нее искать? Ой, я даже не представляю У нее из родственников есть кто-нибудь? Ну, теперь у нее осталась только одна племянница, Оля Ну, ее из института выгнали Вот она и переселилась к тетке Это не она? Она Ой Ой, вы знаете, эту фотографию Людочка очень любила Она говорила, что здесь, Олечка, вылитая мать А у Оли своя жилплощадь есть? Есть От матери осталась Но она ее сдает А, и поэтому она перебралась жить к тетке? Да нет Людочка ведь сама мне предложила пожить-то у нее Одной сейчас, ведь, знаете, трудно Оля единственная наследница Да Скажите, а какие у них были взаимоотношения? Ах, да не ссорились Знаете, часто Вообще жили, как кошка с собакой Ой, последний раз, вот позавчера Я сама слышала, как Людочка кричала Что лишит ее наследства И все, и деньги, и квартиру Все перепишет на детский дом Вы сказали, что деньги, что ценного у нее в квартире не было А вообще у нее какие-то сбережения были? Да Много Пятьдесят тысяч долларов Она в лотерею выиграла пять лет назад А может быть, какие-нибудь, ну не знаю, фамильные ценности? Да нет Вы знаете, хотя отец, вот он ее генерал был Большой человек Дивизией командовал, до Берлина дошел А Антонина Павловна, если он был генерал Тогда должны быть награды? Да в том-то и дело, что нет Что-то там случилось такое, я не знаю Ее разжаловали и лишили всех наград А где сейчас можно найти племянницу? Не знаю Я ее после той ссоры больше не видела Кроме ссоры, которая была позавчера, что-нибудь необычного не происходило, на ваш взгляд? Может быть, жаловалась соседка вам на что-нибудь? Да нет, вы знаете Она никогда не жаловалась ни на что Хотя, вы знаете, два дня назад Ко мне на улице подошел какой-то мужчина и спрашивал про Людочку Вот, единственное, что меня как-то удивило, что он имя, отчество знал, а фамилию нет А он сам представился? Да нет Спасибо вам, Антонина Павловна Если вы еще что-нибудь, ну, вспомните, какую-нибудь мелочь Позвоните нам обязательно, хорошо? Хорошо Спасибо Я провожу вас Спасибо Да, спасибо Из подъезда никто ничего не знает, по дворе тоже Найди адрес племянницы и волоки ее к нам Какой племянница? Вот этой племяннице Племянница убитой Симпатичная Чем скорее ты с ней познакомишься, тем лучше Кате передайте, пускай пробьет всех родственников Дроздовой Соседка могла чего-нибудь и не знать, пока Погнали Да Похоже, вот это Ага Не работают Что ж делать? Стучи! Кто там? Мы из милиции, здесь живет Дроздова Ольга Да, здрасте Микрами тусуется Колизей Колизей В этой одежде В этой одежде Караул Караул А вы консерватор Кто консерватор? Я консерватор Угу Да, я консерватор Ну ладно, замотали своим пивом Да не, а что там Сам мы так Нет Ооо Куда пошли-то? Начинается Эй Эй Эй, вы тут уже полчаса тусуетесь Выходи, поговорим А в чем дело, парни Мы тихо сидим Никого не трогаем В чем проблема? Хочешь, чтоб тебе машину перевернули Выходи Грубо Уголовный розыск А мы без твоих силы поняли, что вы менты Нам нужна Дроздова Ольга А мы своих не сдаем Так, сиди, не высовывайся Здорова Здорова А что это у вас происходит? Менты по твою душу приехали Здрасьте Вы Ольга Дроздова Ну я ищу Капитан Лапин, уголовный розыск Вам необходимо проехать с нами в отдел Мужик, засунь себе удостоверение в задницу И катись отсюда Ольга Петровна Ваша тетя Людмила Николаевна Дроздова Вчера днем была убита в своей квартире Этого не может быть Я с ней позавчера по телефону разговаривала Оля, давайте все-таки проедем в отдел Там спокойно поговорим Прошу Чай, приеду Так, ты зачем из машины вылезла? Я тебе где сказал быть? Я просто Ольгу увидела Ольгу увидела Ну ладно, проехали И пожалуйста В следующий раз без самодеятельности Есть Ольга Петровна Ольга Петровна Это не мои друзья. Они не убивали никого. Они даже не знали, что тётя меня наследство хочет лишить. И последний вопрос, Ольга, если вы, конечно, в состоянии, вспомните, пожалуйста, как вы провели вчерашний день. Я была за городом, с друзьями. В пансионате Солнечной. Хотела тёте позвонить, а потом подумала, пусть помучатся. Свидетели есть? Спасибо, вы можете быть свободны, только одна просьба. Пожалуйста, не уезжайте из города. А куда я поеду теперь? Мне её хоронить надо. Ты знаешь, Саша, надо всё-таки смотаться в эту пансиону, проверить её, алиби. Ну и займись этим. Да с удовольствием. Поеду в пансионат, отдохну от вас хоть пару дней. А какая шутка блестящая. Ну, докладывай. Как доклад, как архив. Подождите, какой доклад? А у нас Катя по заданию руководства готовит доклад о работниках МВД, которые участвовали в Великой Отечественной войне. А, между прочим, зря издеваетесь. Я кое-что нашла по делу Дроздовой. По делу Дроздовой в архиве? Да. В архиве. Ещё вчера. Как говорил товарищ Сталин, учёт решает всё. Деточка, это он про кадры говорил. Ну ладно, хватит. Давай, рассказывай. Оказывается, у отца Дроздовой на фронте был роман с ППЖ Бугровой. ППЖ — это... Походно полевая жена. Да, точно. А в конце 44-го года у этой ППЖ Бугровой родился сын Тимофей Бугров. Отцом записан Николай Николаевич Дроздов. То есть, получается, у неё был единокровный брат. Ну почему же был? Он есть. Вот. С 1965 года по настоящее время Тимофей Бугров был осуждён семь раз. Три разбойных нападения, четыре ограбления, общий срок, проведённый в колониях — 39 лет, два месяца и 12 дней. Ну и что, это счастье теперь на свободе, конечно. Да, месяц назад его освободили. И сейчас он проживает в Москве по адресу «Зарядный проезд», дом 16. Отличница. Умница. Спасибо. Да, Яков Ракатьевич. Да. Всё? Спасибо. Дроздова умерла от инфаркта. О, что и требовалось доказать. В смысле? Братик так напугал сестричку, что Тони выдержал сердце. Думаешь, это брат? Ну, что ему нужно было? Деньги? Она наверняка знала, что у неё брат уголовник. Не, я понимаю, конечно, что эту версию надо отработать, но какая-то она слишком тривиальная. Ну, бытовуха, она же всегда такая. Ладно, ребята, завтра подскочите к Бугрову, а дальше по обстоятельствам. Саша, какой Бугров? У меня пансионат. Пансионат потом, сначала к Бугрову, а сейчас по домам. Хорошо. Здравствуй, внучка генерала Старкова. Здравствуйте. Я Бугров Тимофей Николаевич. А, здравствуйте, Бугров Тимофей Николаевич. Чем я обязана? Да вот, решил сам с тобой поговорить. А откуда вы знаете, что мы вас ищем? Так твой малец со мной во дворе сеструхе покалякал, ну, пока вы квартиру шманали. А почему вы сразу не сказали нашему сотруднику, что вы брат Дроздовый? А я на ментовше встрет не нанимался. Ну, понятно. Я слушаю вас. О чем калякать будем? А давай так, начальник, я тебе один вопрос задам. Если ты мне на него по совести ответишь, я скажу, что знаю. Спрашивайте. Ты это, камешек у сеструхи нашла? Какой камешек? А, вижу, что не врешь. Какой камешек? Больно ты быстрая внучка, все сразу узнать хочешь. Извините. Да, Макс. Да, мы тут с Тимофеем Николаевичем Бугровым беседуем у дома моего. Ага. Давай, пока. Что она сказала? Ее у подъезда постерег Бугров. Держись, Ромка. Извините, я слушаю вас. Пойдем сядем, вон там лавочка. Че, вновек-то, правда, нет? Пойдем. Ладно. Ради уважения к Василию Федоровичу расскажу тебе, я все же знаю. Пока твои архаровцы сюда не доберутся. Слушаю. Короче, так. Был у моей сеструхи один камень ценный. Он ей от отца нашего общего достался, а тот его из Германии после войны притаранил. Сам-то я камень не видел, а слышал о нем от матушки своей покойницы. Понятно, а после отсидки вы пришли к сестре и потребовали долю. Правильно соображаешь, внучка. А она вам отказала? Ой, начальник, не в тех мы с ней годах, чтобы за барахло париться. Сеструха у меня человек была. Договорились мы с ней, что она камешек продаст, а деньги по справедливости разделит. Я ведь завязать думаю. А без капитала какой тут резон? Не вертухаешь мне к вам наниматься. Ну да. Что за камень? Алмаз в 15 карат. Ого. Большой. Да, большой. Он еще исторически ценный. Продмашка говорила, что он смерть приносит. О, как, байки какие, а. Вы сказали, что сестра собиралась продать этот камень. Кому? Я точно не знаю, но она при мне звонила какому-то ювелиру и о встрече договаривалась. Мы не опоздали? Все нормально. Знакомьтесь, Тимофей Николаевич Бугров. Ух ты, здрасте. Ба, да мы знакомы. Я так понимаю, что вы меня задерживаете до выяснения всех обстоятельств. Да, вы должны будете написать объяснительную. Все обязательно про алмаз и, конечно, где были в момент убийства. А мы проверим. Ой, ребятушки, да если б я сестру замочил и забрал родительский камешек, ты бы меня, внучка, до самой пенсии искала. Да. Поехали, Бугров. Давай, пойдем. Пойдем, не волнуйся. Ну, ты как? Да ничего, все нормально. Поговори с ним. Он мне рассказывал очень интересную историю. Про алмаз. А еще... А еще я обязательно у него возьму слепок с ботинкой, чтобы сравнить с тем, что было в квартире. Да. Хотя, это явно не наш размерчик. Да, явно не наш. Да не волнуйся ты, Саша. Все сделаем как надо. Давай. Ром, пробей мне, пожалуйста, все телефонные звонки Дроздовой. Она звонила какому-то ювелиру. Хорошо? Хорошо. Все? Все. Пока. А, Саша, заходи. Что-то случилось? Что-то у тебя вид такой. А я хотела тебя спросить. Об Америке? Да понимаешь, я... Да бог с ней, с Америкой. И хорошо. А то твой отец как-то у меня в голове не укладывается. Заметно. Потому что все твои свидания постоянно. Ну, ладно, ладно. Ну, все, все, молчу, молчу, молчу. Чего мы тут торчим? Давай пройдем в комнату. Свидание, свидание. Красиво. Ну, слушаю тебя. У меня только что было свидание с Бугровым Тимофеем Николаевичем. Он тебя хорошо очень знает. А меня назвал не иначе, как внучка генерала Старкова. Бугров? Бугров? Бугров Тимофей Николаевич. Бугров. А, Бугор. Он как в кабинете даже мне песни пел. А что ты ему им применируешь? Убийство сестры. Из-за камня драгоценного. Кража, да, а убийства нет сестры. Он женщин никогда не обижал. Но это его кредо такое. А дружки? Всегда в одиночестве работал. Саш, ты мне лучше скажи, каким ты делом занимаешься. И более подробно. И как вписывается в это дело Бугров. Доброе утро, Александра Николаевна. Привет. Привет, Саша. Как дома? Да, все по-прежнему. Нормально. Кать, нужно сделать запрос по местам последним. От сетки Бугрова. Думаете, у него был сообщник? Да, он не мог спровоцировать это убийство, потому что никогда не нападал на женщину. Откуда у тебя такие познания? У меня есть свой информатор. Соседка Дроздовой сказала, что ей интересовался какой-то мужчина. Лет 35-40. Вот именно. Так что, если Бугров кому-то и сказал о камне, то этого человека нужно искать по местам его от сетки. Всем доброе утро. Привет. Привет. Придёс? Да. А вот когда возвращался, сделал распечатки звонков Дроздовой. Этот телефон находится в ювелирном магазине на улице генерала Коровина. Она вполне могла туда пойти, чтобы оценить камень. Правильно? Могла. Или что-то продать. В любом случае, Кать, занимайся запросом, а вы давайте к ювелирам. Хорошо. Может быть, что-нибудь прояснится. Старкова. Да, Владимир Михайлович. Ну что вы, какие поздравления, не торопите время. Я сейчас к вам приеду. Здравствуйте. Мы рады приветствовать вас в нашем магазине. Если вас интересуют конкретные изделия из платины, золота или серебра, я могу вам помочь. Очень всё красиво. Уголовный розыск. Нам надо поговорить с вашим администратором или директором. Я могу пригласить Феликса Григорьевича. Это наш директор. Прекрасно. Минуточку. День добрый, господа хорошие. А в чём дело? Вроде вчера были в налоговой. Всё утрясли. Мы не из налоговой. Капитан Лапин. Уголовный розыск. Нам надо задать вам несколько вопросов. Где мы можем поговорить? Пожалуйста, прошу вас. В моём кабинете. Пойдём? Пойдём. Здравствуйте. Владимир Михайлович. Я вас умоляю, даже не начинайте, хорошо? Я уже доложил, что дело по факту смерти Дроздовой закрыто. Убийца сидит. Бугров свидетель, а не убийца. Так я не понял, вы что, отпустили его? Владимир Михайлович, сейчас Лапин и Стрижевский допрашивают ювелира. Не вижу причин. Вы должны немедленно арестовать Бугрова. Я боюсь людей насмешить. За меня не беспокойтесь. А я за вас не беспокоюсь. Фелис Григорьевич, я вам хочу показать одну фотографию. Вам знакома эта женщина? Да, конечно. Она заходила ко мне несколько дней тому назад. И принесла очень интересную фотографию. Которая, кстати, у меня осталась. Где она? Вот, пожалуйста. А что это? Это камень, похож на алмаз. Северная звезда. Северная звезда? По описанию, этот камень обладает исключительным сиянием. И числится в списках драгоценностей французской короны. По слухам, после того, как Гитлер захватил Францию, этот камень стал принадлежать ему до 45-го года. Но опять-таки, это все слухи. То есть, чисто теоретически, этот алмаз мог найти советский солдат, который брал Берлин? Да. Именно так я и подумал, когда... Сейчас, секундочку. Людмила Николаевна, да, сказала мне, что ее отец привез этот камень из Берлина. Но я попросил принести его мне для того, чтобы удостовериться в подлинности. Но она больше не пришла. Она погибла. Да вы что? А камень, камень нашли? Фелис Григорьевич, я могу посмотреть вашу записную книжку? Ну, конечно. Пожалуйста. Она оставила вам свой телефон? Вы меня в чем-то подозреваете? Мы пока проводим просто расследование. Молодой человек, я хочу вам объяснить, что этот камень только похож на алмаз Северная Звезда. Даже если предположить невероятное, его невозможно украсть и остаться в живых. Даже так? Да. А какова его стоимость? Оно бесценно. Ну, все-таки, если предположить, алмаз найден. Я думаю, что его стоимость может возрасти до нескольких миллионов долларов. И вы это все рассказали Дроздовой? Ну, конечно. Где вы с ней разговаривали? В зале, потом. Пришли сюда. У вас в зале стоят камеры видеонаблюдения. Можно посмотреть записи? Вы знаете, сейчас нет специалиста. Камеры работают в автономном режиме. Да мы разберемся. Да? Ну. Ну, хорошо, пойдемте. Да, пожалуйста. Ну, что думаешь? Мне кажется, что это полный грех. Мифический алмаз какой-то. Я не мифология. Видел, как у Мрадена глаза загорелись, когда он говорил об этом алмазе? Да. Ну, я думаю, что ради него он готов был на все. Надо будет проверить его алиби. Кстати, алиби племянницы подтвердилось? Ты знаешь, я еще не успел проверить. Я вот как сделал. Я сейчас метнусь туда в санаторию, где она тусовалась с рокерами. А тебя у метро выброшу. Как у метро? Ром, Ром, ну, дело сделаем. Кстати, посмотри прямо сейчас файлы в виде наблюдения, которые ты скачал. Обязательно. Погнали. Так, значит, по всем запросам в колониях Бугров особой дружбы ни с кем не водил. Был в авторитете, но не пахан. А кто-нибудь вместе с ним освободился? Нет. Александра Николаевна, у вас есть USB-вход? Да. Поставьте это. Это с камеры видеонаблюдения в ювелирном магазине. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Понятно. У ювелира тоже есть алиби. Деньги бред Дроздовы, он весь день был в магазине. То есть у нас ни одной версии, ни одной зацепки. Макс, возьми фотографии и завтра с утра поезжай к соседке Дроздовой. А мы с тобой, Ром, поедем еще раз в магазин. Фотографии надо распечатать. Уже? Генихи. Да. Я знаю этого мужчину. Это мой постоянный клиент, Олег Анатольевич Морозов. Он у меня скупает старые, сломанные, антикварные вещи. А вы не знаете, зачем? Не знаю. Но я думаю, что он их чинит. Он по профессии реставратор. Реставратор. Будьте добры, дайте, пожалуйста, его адрес и телефон. Да, пожалуйста. Только мобильный. Что, знаете, не принято давать домашние адреса. Буду благодарна и за мобильный. Да, Макс? Узнала? Отлично. Звони Сорокину. Пускай готовит постановление. Главное дело закрыл. Все, давай. А, вот, телефон отдадите товарищу. Всего доброго, спасибо. До свидания. Так. Пожалуйста. Ну, я надеюсь, вы понимаете, что разговор только между нами. Да, конечно. Всего хорошего. До свидания. Сидите. Фух. 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 Поехали. Здравствуйте. А ты что здесь делаешь? Тоже хочу найти алмаз. Кать, перестань. Во-первых, это не алмаз, а, скорее всего, поделка. А потом его, скорее всего, уже распилили и продали. Да? Ну, согласись, быстро я его адрес вычислил по мобильному телефону, а? Тебе просто повезло. Он мог зарегистрировать ей. Номер не на себя. Борь, скучно с тобой. Мог похвалить хоть. Хвалить тебя — это дело с Тарковой. А мое дело — поддерживать я в тонусе. Ребята — штурм. Ух! Кукула. Ка- team. Ка-? 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 Ка-ка-? Ка-? Ка-? Ка-ка-? Ка-ка-? Ка-ка… Макс, в доме больше никого нету. Спасибо, Борь. С этим ботаником сами разберетесь. И не забудь, в субботу у тебя тренировка. Все, давай, мы пошли. Доброе утро, Олег Анатольевич. Вы что, смеетесь? Какое же оно доброе. Маски шоу устроили. По какому праву? Вы задержаны по подозрению в ограблении квартиры Дроздовой, а также в совершении действий, которые повлекли ее смерть. Какой еще Дроздовой? Я не понимаю, о чем вы говорите. Не понимаете? Странно. Объясните по-человечески. Вас опознала по фотографии соседка. Ведь именно вы интересовались Людмилой Николаевной Дроздовой во дворе ее дома. И именно вы были в ювелирном, когда Дроздова рассказывала хозяину магазина про алмаз «Северная звезда». Так это все из-за алмаза? Да. Понимаете, я очень много о нем читал. Да, я хотел встретиться с этой Дроздовой. Я хотел проверить, действительно ли он существует. Саша, это не он. Почему? А ты посмотри на его ботиночки. Ну да. Детский размер. А я обнаружил тогда сорок шестой. Олег Анатольевич, пожалуйста, напрягитесь и вспомните, кому вы рассказывали о Дроздовой и о ее алмазе. Да. Я? Не помню. Может, кому и говорил? Нет. Никому не говорил. Точно. Угу. Ну тогда всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания. Ну, че вы носы повесили? Это же надо так, фраернулся. Знаете что? Мы просто не всех проверили, кто знал об этом камне. Ну, а кого мы забыли? Я поняла. Помните запись? На ней, кроме Морозова, Троздова и Муродяна, была еще и продавщица. Ну, правильно. Ну, естественно. Она-то знала об Алмазе. Ну, вряд ли у барышни может быть нога сорок шестого размера. Ну, у ее друга вполне может быть. Ну, если и друг, то гипотетически может быть хоть сорок девятый. Слушайте, поедем навестим эту продавщицу? Поедем? А? Да. Добрый день. Здравствуйте. Вы опять к нам. Я сейчас позову директора. Нет, не торопитесь, пожалуйста. Мы по вашу душу. Скажите, что вы знаете об Алмазе «Северная звезда»? Почти ничего. Я знаю только то, что Феликс Григорьевич был очень воодушевлен после разговора с этой женщиной. Скажите нам, милая барышня, а кому вы говорили про Алмаз? Никому. Никому? Это хорошо. А вы подумайте получше. Может, ой вспомните. Но я только сказала ему, что бывают же такие счастливцы. Имеют такой Алмаз. И все. А напишите нам его адрес. Я не знаю. Он, он работает барменом вот в ночном клубе здесь, за углом. А зовут? Зоя. Да нет, не вас. Его. Бармена. А, Стас. Стас зовут его. Прекрасно. Катюш, побудь здесь с девушкой. А то вдруг она захочет предупредить своего знакомого. Он ведь ваш знакомый? Не волнуйтесь. Я справлюсь. У нас закрыто. Мы к вам. Скажите, а какой размерчик обуви носите? Сорок шестой. А что? Сорок шестой. Наш размерчик. Наш. Алмаз доставайте. Какой алмаз? Алмаз доставайте. алмаз доставай, сирота. Вы о чём? Вы о чём? О чём говорите? Какой алмаз? Давай, доставай. Рома, грохни его. Закон не позволяет. Сейчас позволю. Ну что, хоть, чтобы мы сами поискали? Ну давай, давай, быстрее. Далеко спрятал. Не убивал я эту женщину, это не я. Я её просто связал, она должна была развязаться. А она не развязалась. Умерла от инфаркта. Давай, открывай. Я не знал, что она умерла. Я когда услышал от Зои про алмаз, я понял, это мой шанс. Я всю жизнь мечтал открыть свой бар. Как попал в квартиру? Телефон хозяйки алмаза мне Зоя дала. По базе узнала адрес. Вскрыл замки, это не проблема, я в прошлом слесарь. Пакуйте его, ребята. Ну что, слесарь, давай лапки. Волчую. А-ля. Пакуйте. Дороздов. Что? Александра Николаевна была права, этот алмаз — подделка. Да ладно, не может быть. Но Дороздов ведь был уверен в огромной ценности этого камня. Хорошо, что Дороздов не дошел до заключения Комарова. Да наверняка были серьезные основания. Он ведь не просто так припрятал такую симпатичную вещицу. Так, но если принять за факт, что алмазерная звезда была Гитлера, то… Кать, что там у тебя, а? Это бесполезная тема. Я не тебе. Столица Таджикистана? Ашхабад. Пиши. Душамбе. Какая разница? Ну что, вы все никак не можете успокоиться? Я больше не могу. Если этот алмаз — подделка, значит где-то существует настоящий. Александра Николаевна, мы выяснили, что отец Дроздова лично сопровождал особо ценные нацистские документы в Москву. И если алмаз был у Гитлера, то… То Гитлер его лично отдал руки отцу Дроздовой, для того, чтобы дезорганизовать работу нашего отдела. Точно. Да. Гитлер. 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 Субтитры подогнал «Симон» Очень эффектно, Андрей! Прикол удался! Вставай! Андрей! Андрей! Значит так, убитый Андрей Синицын, специалист по фотопортретной живописи в стиле Ню. Вот так вот, да. По-русски говоря, обнажетка. Тело обнаружила фотомодель Лера. Пришла на фотосессию, а тут вот такая живопись. Кать, допроси эту Леру и узнай все поподробнее, пожалуйста. Хорошо. А может я допрошу? У меня хорошо получается. Ром, держи себя в руках. Это фотомодель, а не девушка из борделя. Какая разница? Порядочная девушка может позировать только великому художнику. Тициану, Джорджоне. Отойди от края, пожалуйста. Так, господа сыщики, если вы закончили, то я могу вам кое-что сообщить. Значит, по предварительному заключению Даштевича, перфорация произошла от проникновения колющего предмета, по всей вине, вот именно этого, меча в сердце. Не может быть. Я бы сам не догадался. Рукоять протерли, отпечатков нет. А где Даштевич сам? Как бы это поделикатнее сказать, знаешь, он не очень уютно себя чувствует, не очень комфортно на высоте, и поэтому дожидается клиенту у себя в морге. В морге ему уютнее. Да. У меня есть версия. Убийца Дункл МакКлауд. Но сначала он переоделся в девушку, а когда обнажился перед фотографом, тот упал в обморок, и горе своткнул ему меч в сердце. Хорошая версия, Сорокину ее доложи. Макс, вот ключи от машины убитого, посмотри там все внимательно. Иди сюда. Пошли, МакКлауд. У вас существует, что можете сказать еще? В левой глазничной области кровоподтек, сине-багрового цвета, с четкими краями, и нос сломан. А по вашему мнению, он нападал на убийцу или защищался? Ну, насчет убийцы-то маловероятно, потому что кровоподтек у него образовался на несколько часов раньше, чем меч в сердце. Да, вот еще. На фотоаппарате есть отпечатки, и не только покойного. И обратить внимание нужно на сумку. В сумке кто-то порылся. Возможно, что-то искали. Хотя, может быть, и покойный что-то пытался найти. Скажу точнее, когда проверю в лаборатории. Так, значит, у вас была назначена фотосессия, да? Да. А вы кто, простите? Я из милиции, девочки. Кто обнаружил покойного? Я. Я шла на фотосессию на крышу, а он там лежит. Ага. Почему именно на крыше? Ну, это Андрей придумал. Древнерусская воительница на фоне современного города. Я немного опоздала и подумала, что он решил меня разыграть. Вы знаете, таких фокусов сейчас полно. Ну, рукоятка торчит, а человек даже не поцарапанный. А кто еще знал, что Андрей будет на крыше? Да все знали. Ну, в смысле, все, у кого на сегодня назначена фотосессия. С утра была Карина, потом Лера, потом я. Приехала, вот. А тут трупы. Вы кого-то подозреваете уже? Могу сказать только одно. У убийцы должны быть железные нервы. А у вас, Лера, по-моему, с нервами не в порядке. А какой характер был у покойного? Ну, характер был не сахар, это мягко сказано. Работать-то сложно было с ним. То есть, у него были недоброжелатели? Поймите, он по ту сторону камеры, мы по эту. Это как баррикада. Ну, хорошо, с врагами все ясно. А друзья? Вы знаете, к нам девушка недавно новенькая пришла, Карина Нестерова. У них с Андреем было что-то типа романа. Спросите у нее. Угу. Он не мог пройти мимо смазливой мордашки. Ну, не хорошо так о покойнике-то. Нет, правильно, что сказали, это может помочь. Правда? Да. Вы оставьте нам свои координаты. Если понадобится что-то уточнить, мы с вами свяжемся. Ага. Возьмите. Ага, все. Спасибо. Не за что. Спасибо. Предлагаю, я иду направо, ты идешь налево, смотрим, да, по машинам и, если видим штатив, камеру, даем друг другу знать. Эй, далеко пошел? Искать машину фотографа. Нет, ну спортом всякий может. Ну, он же есть, ну. А как же дедукция, логика? Логика? Рома, личная просьба. Не занимайся несвойственным тебе процессом. О, это мне. Это, между прочим, улика. Я знаю. Ты смотри, что творят, а? Что творят. Ой, а здесь на развороте кровь. Кровь, это хорошо. Отдай Комарова. Да ему, наверное, нужно не надо, себе возьму. Ну, тогда сам анализ и сделаешь. Шучу. Комару так Комару. Ты посмотри, какая интересная запись. Нестерова Карина, 11 утра. Васильева Лера, 12 дня. Дарья Самойлова, 12.30. Так, понятые, попрошу сюда. Ты ё-моё. Да, тут целая студия. Так, а это что у нас здесь, м? Похоже на объективчик. Руки. Я сам открою. Юрий Чемчанович, глаза не руки. Обижаешь. О, что и следовало ожидать. Так, кассета есть? Кассеты нету. Успели изъять. Значит, всё-таки банальный шантаж. Ну, ребята, здесь... Здесь явно была съёмка. Не для обложки журнала. Да. Саш, посмотри, у нас тут сэфик. И причём, незакрытый. Неужели хозяин забыл? Юрий Семёнович, посмотри, что там, а? Руки! Ой, Господи, ну ты даёшь. Ребят. Шуточки у тебя. Деньги. Вроде всё на месте. Опа. А это что? О, у убитого есть ячейка в банке. Ну, наверное, там что-то более ценное. Завтра возьму у Сороки на ордер. А чего не сегодня? Потому что сегодня его нет в прокуратуре. Это хорошо. Да, Кать. Я задержусь, ты дождись меня, хорошо? Ага. Да, всё. Да, я поехала. Угу. Давай, пока. Пока. Собрались, девочки. Собрались, девочки. Так, Даша, дай улыбку. Вот, хорошо. Карина, серьёзней давай. Отлично. Так, Дашенька, Дашенька. Даша, Даша, Даша. Страсть, страсть, дай мне страсти. Так, это есть. Так, ближе, ближе. Встаньте друг к другу. Хорошо. Хорошо. Девочки, теперь давайте с цепями. Молодцы. Ага. Девчонке, улыбка. Наглон ко мне. Отлично. Так, почему посторонние в кадре? Девчонке, если вы насчёт фотосессии, это не ко мне, это к начальству. Мы не по вопросу фотосессии. Мы расследуем убийство вашего коллеги Андрея Синицына. Дрона убили? Вот тяна. А вы не знали? Нет. Я просто хотела оставить эту новость для послесъёмки. Ну, потому что работа есть работа. А это, кстати, Карина, про которую я вам говорила. Угу. Да, я поняла. Карина, нам надо с вами поговорить. Со мной? Да, с вами. А вы могли бы нас оставить на некоторое время? Пойду, выпью кофе. Выпейте. И я тогда тоже. Да, и вы пойдёте. У вас закурить не найдётся? Нет. Курить вредно. А вы нервничаете? Конечно. Мне Лера звонила, сказала про убийство. А дальше сказала, что меня подозревают. Ну, и после известия об убийстве Синицына, вы отправились прямо сюда, как ни в чём не бывало, да? Это моя работа. Получилось так, что вы были последней, кто видел Синицына живым. Расскажите, как это было? Мы с Андреем отсняли на крыше намеченный материал. Дрон был жив и здоров. Клянусь вам. Кто-нибудь может это подтвердить? Что он был жив? Нет. Хотя я вызывала такси. Да, таксист мог его запомнить. Дрон меня провожал. А вы номер такси запомнили? Конечно, нет. Но я могу вам дать номер, по которому я вызывала такси. Хорошо. Знаете, если вам про меня что-то наболтали, вы не верьте. А что нам могли наболтать про вас? Ну, якобы мы вместе. А это не так? Не совсем. Я, конечно, у него бывала. Но это отношениями не назовешь. Да и таких, как я, у него полно. А сегодня вообще, я решила от него уйти. Куда вы направились после фотосессии? К Синицыну, на квартиру. Я хотела его дождаться. А, потом собрала вещи и уехала. У вас были свои ключи? Дубликаты. А от сейфа. Какого сейфа? Ну, сейфа в квартире Синицына. Ничего не знаю. Кать, запиши, пожалуйста, телефон таксопарка и постарайтесь с Ромой найти этого таксиста. А вас я прошу до окончания следствия никуда из города не уезжать. Хорошо? Телефончик. Сейчас, блокнотик потеряла. Привет. Извини, друг, человека жду. А ты меня ждешь. Я из милиции. Старший лейтенант Стрижевский. А-а-а. Ну, что случилось? Поговорить нужно. Скажи, ты вчера вот эту девушку подвозил? Да. А, да, она заказывала такси в гостинице. Куда? Метро Маяковская. А ее никто не провожал? Нет, девушка была одна. А, напряги память, с ней рядом вот этот мужик не крутился? Смотри внимательно, она плохо выглядит. Да нет, повторяю, девушка была одна. Красивая. Оставь фотку. А, нет, она убийца. Да. Слушай, опасная у меня профессия. Убийцу вез, хорошо, сам цел остался. Ну, ладно, тебе куда? Что ты, я на метро, я же из милиции. Да брось, ну я что, через весь город, заряд сюда пилил, что ли? Ничего, сейчас словишь кого-нибудь, район спальный. Ну. Ну, отдыхай пока. Александра Николаевна, добрый день. Ну, я только что разговаривал с таксистом, он сказал, что Карина была одна. Да. Да. Ну, тогда и за ней, в арт-студию. Угу. Юрий Семёныч. Юрий Семёнович. А? Доброе утро. Саша? А ты зачем пришла? Ну, как всегда, зачем я к вам прихожу? Узнать, может быть, что-нибудь есть? Да, всё, 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 извини, я понял, всё правильно. Прости, пожалуйста, я ночь не спал. Сейчас, одну минуточку. Нет, ну, если у вас нет ничего, может быть, я пойду тогда? Нет, 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 как раз есть что. Сейчас, только надо сообразить, куда всё это положило. Сейчас, сейчас, сейчас. Ага, вот, нашёл. Значит, смотри, новость такая. Меч обычный, с сувенирной лавки, но на нём я обнаружил кровь ещё одного человека. Надо взять анализ крови у всех подозреваемых. И главное, у Карины Нестеровой. Угу. И ещё в квартире Синицына такое количество отпечатков пальцев. Ну, у него в фотостудии не квартира, это всё нормально. А что с потайным ящиком? С ключом? Да. Значит, на кольце я ничего не обнаружил. А вот на самом ключе есть фрагмент. Сейчас Рома привезёт Нестерову, будем сравнивать. Да. Это я беру с собой? Да, конечно. Спасибо. Карина, теперь вы должны проехать с нами. Здравствуйте. Здравствуйте. Привет. Чуть не переоделась, мы работать должны. Для вашей подруги рабочий день закончен. В смысле? В прямом смысле. Пожалуйста, прошу. Быстренько, быстренько. Порёмте, парёмте. Подождите, товарищ милиционер, я забыл спросить, а когда я меч могу забрать? В смысле? Ну, дрону меч был нужен для съёмок, я ему дал, а теперь он у вас. А этот меч мне дорог, как память. Извините, то есть, этим мечом убили вашего друга, вам не важно, кто убийца, вам важна вещь. Мне его мать подарила. А, ну, в любом случае, пока это невозможно. Мячи вам вернут, в установленном порядке. Всего хорошего. Пойдёмте, 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 пойдёмте. Ну, какова вам девчонка? Кто говорит, что её с Синицыным видел таксист? Хотя таксист никакого Синицына не видел, а теперь вот уборщица. Напугана она. А ты уборщицу допрашивал? Карина врёт. А она теперь каждый день по свидетелю будет придумывать. Но всё равно надо проверить. Хорошо, проверю. Да, кстати, я сегодня разговаривал с Зыковым. Это из арт-студии которой? Ну. Так вот, он сказал, что отец Карины утром был в студии, когда не было Синицына, и кричал, что оторвёт за дочь голую. За дочь может оторвать, может голыми руками, может мечом. Слушайте, этот Нестеров — человек из старой закваски. И обнаженная дочь на обложке журнала для него всё равно что? Красная тряпка для быка. Проследил за Синицыным, разобрался по-своему. Надо поговорить с этим Нестеровым. Так я пойду? Да, давай. Александра Николаевна, я со Стришевской? Да. Вы майор Александра Старкова? Да, я. Что за произвол? Почему девочку без суда и следствия в КПЗ посадили? Учтите, я этого так не оставлю. Я напишу жалобу в прокуратуру. Успокойтесь, пожалуйста, представьтесь сначала. Нестеров Иван Сидорович, вы сегодня задержали мою дочь Карину. Иван Сидорович, успокойтесь, присядьте, пожалуйста. Присаживайтесь. Иван Сидорович, действительно, Карина задержана по подозрению в убийстве господина Синицына. Потому что на лезвии меча, которым он был убит, найдена её кровь. Послушайте, ну это какой-то бред. Вы так считаете? Ну давайте успокоимся и перейдём к сути дела. Успокоиться не получится. Синицын — это проклятие нашей семьи. Как вы понимаете, это нам известно. Что вы можете сказать о нём? А что тут говорить? Это же он Карину, как у них принято говорить, нашёл. Угу. В каком-то клубе заприметил. Карина в школе очень хорошо училась. Мы с ней проблем не знали, пока не появился этот Синицын. Конечно, мы с матерью хотели, чтоб она поступила в институт, вышла замуж, а не в срамном виде, на обложке журнала красовалась. Ну, в общем, я решил с этим Синицыным по-мужски поговорить. Чтоб он не морочил голову девочки, оставил её в покое. Показал ему журнал. А он послал меня матом. Ну, я его этим журналом по физиономии съездил. А он засмеялся, сел в машину и укатил. На страницах журнала «Кровь» — это ваша? Очевидно, моя. Я о странице порезался. И больше вы Синицына не видели? Скажите, вы серьёзно думаете, что это Карина его? У Карины была фотосессия на крыше. Ну, я знаю. Синицын умер приблизительно в одиннадцать часов. А по записям в его журнале в это время у него была Карина. Ну, короче, это я. Я его заколол. Пришёл разобраться, не выдержал и глубин мерзваться. Надеюсь, чистосердечное признание мне зачтётся на суде. Конечно. Но расскажите, как это произошло. А чего рассказывать? Вы сами уже всё знаете. Девушка не умеет пользоваться оружием. Я умею. Карину отпустите. Она ни при чём. Я во всём виноват. Хорошо, хорошо. Но тогда нам придётся проехать на место преступления с орудием преступления. Ну, так называемый следственный эксперимент. Лейтенант, снимайте наручники. Иван Сергеевич, вот этим предметом вы должны нанести удар нашему сотруднику. Покажите, где лежал труп. Сейчас. Сейчас. Ну, Иван Сергеевич, смелее, смелее. Что, вы так боитесь места преступления? Да. Здесь я совершил возмездие, но... У меня как-то не по себе. Не по себе — это хорошо. Вы можете ближе подойти? Нет, не могу. Извините, что срываю вам эксперимент. Ничего вы нам не срываете. Лейтенант, спускайтесь вниз. Пойдём. Спасибо. Иван Сергеевич, Иван Сергеевич, Иван Сергеевич, Иван Сергеевич, и она видела, как Синицын провожал Карину, но только до дверей. Поэтому таксист их не видел. Да. Эх, какого подозреваемого потеряли? Двое. Одного. Нестеров пытался спасти дочь. Интересно, а вот мой папа пошёл бы за меня в тюрьму? Я бы пошёл. Да? Ребята, кровь на мече Карине не принадлежит, отпечатки пальцев тоже не совпадают. В общем, я еду к Сорокину за санкцией на вскрытие лечения, а вы езжайте к Комарову. Да? Погнали. Вот фотографии Синицына, которые он сделал в последнее утро. Можно посмотреть? Между прочим, он был неплохой фотограф. Ну да. Карина, Карина, Карина. А это кто? Кто это? Мужчина – известный певец, а женщина – молодая жена одного очень влиятельного политика. Телевизор надо смотреть. Ух ты! Какой уж там телевизор? Выходит, наш труп был заядлый шантажист. Любопытно. Там она может работать в полиции. Кстати, в Штатах к полиции относятся очень уважительно. Да ладно. Не смеши ты меня, Господи. Кто ее возьмет? Знаете, Василий Федорович, Саша – человек взрослый. Пускай она сама решит, что ей нужно. Я вот, например, на нее не давлю. И вы, пожалуй, не давите. Да кто на нее давит? Ну, кто на нее давит? Я не давлю, это вы давите на нее. Я просто хочу, чтобы ты трезво смотрел на вещи. Саша, а ты что это так? Сегодня рано. Мы, честно, даже тебя и не ждали. Ну, я вас очень прошу, пожалуйста, из-за меня ссориться не надо. Договорились? А мы и не ссоримся. Мы тут мирно беседуем, правда? Да просто разговариваем о современной политике и вообще. И вообще, судя по всему, о геополитике. И вообще? И вообще. Вы меня простите, что я вмешиваюсь в ваши дела. Но иногда от нашего поколения можно слышать тоже здравые мысли. Вот что у тебя здравого? У меня здравого. А у меня убийство. Ого. Холодное оружие. Меч. Да ладно? Настоящее? Настоящая дамасская сталь из сувенирной лавки. Убийца женщина, скорее всего. А вот скажи мне, здравомыслящий человек, может убить женщину мечом? Ну, вообще, состояние аффекта у человека силы как бы многократно увеличиваются. А когда подходит приступ ярости у женщины, остановить ее невозможно. Ее без ярости остановить невозможно. Да? Да, женщины и шутки плохи. Шансов на выживание ноль. И все. Все знает. А себе не показывай. Хорошо. И на тебе даже не буду. И на мне не показывай. Не гони. Не гони. Не гони. Не гони. Не гони. Не гони. Понял? А ты уверен, что он здесь? Что? Ты уверен, что он здесь? Да, мне Саша сказала. А она откуда знает? У нее свои источники информации. Понятно. Вип-зона. Ход только по брускам или приглашениям. Вот наше приглашение. Вы видели этого человека? Он здесь? Да, он в конце с друзьями. Что-нибудь выпить, перенесите. Лучше мартини, наверное. Может, еще что-нибудь закажем? Это хорошо. Что, у вас нет мартини? А можно и покрепче? Ты спутал, дружок. Мы из милиции. Что ты можешь сказать по поводу этой фотографии? Ау. Что, вы из полиции нравов? Будете моральчатой? Взялся за руку, женись с женой, разводись. А что у тебя, жена? Либерал-демократка? А если завтра эта фотография пойдет на первые полосы газет? Я вас прошу. Вам придется брать и с нами. Вова, это шантаж. Они не менты. Ну, а теперь, дружок, поедешь. Руку, руку отпусти, козел! Интересно, кто ответит за то, что мы с Колей всю ночь пробыли в вашем обезьяннике. А вы милиции сопротивление разве не оказывали? Он стрижевский у нас до сих пор. Ни вздохнуть, ни охнуть не может. Похоже, ребра сломаны. Откуда мы знали, что вы из милиции? На вид типичные шантажисты. У тебя хоть рожа нормальная, а у того? Он еще угрожал мне, что этот снимок попадет на центральные полосы газет. Что, папарацци жалобу подал? Сам виноват. Нечего было лезть в чужую личную жизнь. Папарацци не успел подать жалобу. Он мертв, убит. Вскоре после вашей встречи. И что вы думаете, это я его? А почему бы нет? Эта фотография точно вам в жизни лучла бы. Это еще не повод кого-то убивать. Точно. Но вы же знали, что фотография есть? Я увидел этого придурка с камеры и послал Колю разобраться. Разобраться, но не убивать. Ну ты что молчом все молчишь? Ну он рванул от меня на крышу. Но щелкунчик этого я не трогал. Только карту памяти взял. Кто же знал, что у него в фотоаппарате сохраняются фотки. Я теперь понимаю, почему он так легко отдал ее. Это называется легко? Ты ему врезал со всей дури. Ударил разок для профилактики. А не зачем в чужую личную жизнь лезть. А еще лапшу мне на уши вешал. Типа у него фотосессия на крыше. Лоха нашел. А девочки где? За боссом моим наблюдал. Вот что он там делал. А за такой ответ держать надо. Ну врезали вы ему. А дальше что? Ну врезал разок. И вернулся своим обязанностям. Я закон знаю. Ну тогда вы готовы сдать отпечатки пальцев и анализ крови? С превеликим удовольствием. Со мной что, я могу быть свободен? Да, пожалуйста. Только из города, пожалуйста. Не уезжайте. Что, это серьезно? Да, вполне. Ну что, у меня график к гастролю. Я этого фотографа вообще не видел. Ну я ничем не могу помочь. Если у меня сорвутся гастроли, то вы будете платить неустойку. Я подам на вас суд. Вы это понимаете? Гастроли, говоришь? Это хорошо. А что, я что-то не так поняла? Разве убийца не этот телохранитель, не Ильин? Роман, объясни, пожалуйста. Объясняю. Ильин не убийца. А, угу. Доходчиво объясни. Здорово. Вопрос. Почему? Потому что согласился сдать анализ крови. Настоящий убийца никогда на это не пошел. А может быть он не знал, что мы сможем определить личность по крови? Сейчас даже в тундре смотрят телевизор. А про анализ ДНК есть в каждом детективе. Выходит, все придется начинать с нуля. Ну почему? У нас осталась ячейка Синицына. Я получила ордер. Посмотрим, что он там спретал. Только вот это сделаю я сама. Принесите. Присаживайтесь. Спасибо. Я перезвоню. Продолжение следует... Благодарю вас. До свидания. До свидания. Всего доброго. Ну может хватит уже? Э, ну тут, 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 тут. Ну я бы еще посмотрел. Остынь, Рома. Самойлова в группоухе. А как же это? Российская модель Дарья Самойлова и лорд Перрис объявили о своей помолвке. Похоже, шантаж. Да, похоже на шантаж. У меня подозрение, что то, что мы сейчас видели, лорду может не понравиться. Хотя, да, и сварьба под большим вопросом. У Самойлова телефон. У меня есть зона действия. Может уже за границу свалила? Да, ты знаешь, Саша, я думаю, что в данной ситуации нам без санкций Сорокина не обойтись. Поедем вместе. Вы меня подождете, пока я буду с ним разговаривать. Зря мы в кафе не зашли. Теперь неизвестно, как поедим в следующий раз. Ой, тебе лишь бы поесть. Ребят, значит так, ситуация такая. Мы едем в кафе? Нет, мы с тобой едем в аэропорт брать Самойлова. Она улетает через три часа. А вы к ней домой, вдруг она передумает лететь. А что сказал Сорокин? Сорокин выяснил, что ее кровь сопадает с кровью убийцы, отпечатки тоже. А кровь-то откуда? Ну, она замуж собиралась за англичанину. Вот сдала все анализы. Поехали. Следствием установлено, что кровь на мече, которым был убит Синицын, принадлежит вам. Отпечатки пальцев на ключе из сейфа в квартире Синицына тоже ваши. Вы это искали в доме у Синицына? Я признаюсь, уже отчаялась ее найти. Все просто. Ячейка в банке. А если я чистосердечно все расскажу? Слушаем вас внимательно. Я не хотела его убивать. Он сам виноват. На одной вечеринке Синицын опоил меня какой-то гадостью и тогда сделал эту запись. А когда узнал, что вами всерьез заинтересовался английский кавалер, начал вас шантажировать? Да. Он сказал, что покажет запись Ричарду и... И вы решили не платить? Нет, я решила платить, если бы он просил деньги. Но он же хотел, чтобы я с ним спала. Представляете, просто когда я это услышала у меня, как крышу снесло, и я схватила этот меч, и он... он упал. Он упал, а я уехала. Потом оказалось, что я руку поранила, очень сильная меч. Даже вот браслет купила, чтобы прикрывать рану. А зачем же вы вернулись? Я подумала, что милиция может узнать про фотосессию. У меня была назначена фотосессия с ним. Вот ключи от квартиры Синицына, и кассета, это я взяла, когда он упал. Когда вы его убили? Да, когда я его убила. Но кассета не та. Она чистая. А сейф не закрыла, потому что торопилась. Трогательная история. Мерзавец-фотограф и бедная модель. Вот не получается почему-то. Вы вернулись и очень умело перевели в разговоре с сотрудником стрелки на Карину. Правда, Кать? Да. А я пошла разговаривать с Лерой. Ну, девушка, которая обнаружила Синицына. Вы еще рядом с ней сидели. В общем, не было никакого порыва ярости, не сосило вас крышу. Судя вот поэтому, вы действовали вполне взвешено. Вам просто не повезло. Встречу с вашим английским женихом вам придется положить. И очень недолго. Ты куда ты? Привет. Здорово. Что случилось? Да это я. Осторожно. Ты ранена? Тихо, подожди. Быстро раздевайся. Женька. Давай, давай, давай. Ключи возьми у меня. Сейчас я все это, все это обработаю, а потом поедем в больницу. Да ничего страшного. Я так и знал, что этим хочется. Ой, 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 ой. Так я и знал. Ужасный город. У тебя кошмарная профессия. Ну, разве может женщина бегать за убийцами, а? Ну, послушай. Я, например, не могу вообще себе представить, что в Хьюстоне женщины подставляли под пули. В центре города Феникс, штат Аризона, погибло шесть человек. Девять ранено, трое находятся в критическом состоянии. Нападавший застрелен во время штурма. Это уже третий случай за последний пол. Я всего лишь попала под велосипед. Есть хочешь? Очень. Сейчас укорми тебя, подранок ты мой. Субтитры подогнал «Симон» Михаил Савельевич, здравствуйте. Кто вы такой? Я вас не знаю. Зато вы хорошо знали моего отца. Он продал вам бюро восемнадцатого века. Вы? Да я заплатил за это бюро по более чем честной цене. Я так не считаю, но дело не в этом. В бюро был потайной ящик, и там были марки британских колоний. Вы нашли ее? Да, нашел. Верните ее мне. А на каком основании? Я заплатил за это бюро. Я купил бюро вместе со всем его содержимым. Отойдите от меня, иначе я на помощь позову. Ну что ж, прощайте. А сейчас я запишу. Рома, ты опять себе ручки попер у меня. Рома! Макс, подожди, я занят. У меня время тикает. Я на флажке. Гроссмейстер хренов. Да, я слышу, пишу. Пишу. Нет, нет. Так даже, понял, понял. Это, кому здесь заявление писать? Какое заявление? Меня убить хотели. Минуточку. Кто убит? Жена, теща? Да нет у меня никакой ни жены, ни тещи. Я говорю, меня убить хотели. Но ведь не убили. Приходите, когда будет что-то по существенней попытке. Вы, вы безответственные, безжалостные люди. Я жаловаться буду. Да, диктуйте дальше. Есть. Мат вашему королю. Рома, а что это было? Ты про мужика этого? Не бери в голову, параноик. Все. Отчет закончен. Всем спасибо. Все свободны. Я тебя поздравляю. А что такие кислые лица? Сегодня пятница, завтра выходной. Можно будет расслабиться, забыть о делах. Лично я, собираюсь повысить свой культурный уровень, пойду в консерваторию. В консерваторию? По-моему, ты и классическая музыка, вещи несовместимые. Он просто хочет произвести впечатление на очередную жертву. Почему очередную? Она третья скрипка. У нее очень ловкие пальцы. Слушай, вернись на землю. Только что рабочий день начался. Да брось ты. Отчет закончен, разнарядок нет. Сидим, отдыхаем. Отдыхаем. Придется поработать. У нас труп. По коням. Да. Накрылась моя консерватория. Все хочет. Надо ждать закон. Какой? Чтобы запретить убийство в домах, в которых сломались лифты. Вот, пожалуйста, выкиньте. Спасибо, доктор. Иди работать. Идемте работать, доктор. Ну как, получше немножко? Да. Давайте, может быть, продолжим? Да, давайте. Идра Львовна, ну расскажите, как вы нашли супруга? Я же говорю, я вернулась домой, хотя планировала остаться на даче до конца недели. Миша, Михаил Савельевичу я не стала звонить. Он не любил, когда его беспокоят в магазине. Пришла домой, а тут... Что-нибудь пропало из квартиры? А вот, сама понять не могу. Вот марки пропали. Здесь висели на стенке. Вот их нет. Ценная коллекция? Нет. Ну, я думаю, что нет. Миша не любила оставлять на виду ценные вещи. Вот их нету. Еще что-нибудь? Драгоценности на месте. В сейфе я проверила сразу. Не знаю даже, что. Деньги пропали. Много? Нет, немного. В шкатулке лежали на хозяйство. Но там больше пяти тысяч никогда не было. А вы не могли бы описать коллекцию? Конечно. Она столько лет висела перед глазами. Миша еще сокрушился, что там одной марки не хватало. Юрий Семенович, ну что у вас? Смерть наступила от черепно-мозговой травмы. По голове ударили чем-то тяжелым. Часов 12-14 назад, но я думаю, точнее скажет Даштевич после вскрытия. А с моей стороны, на дверной ручке, с внутренней стороны, есть пятна крови. Я взял образцы. Ну вот пока и все. Понятно. Видимо, приходили за этой коллекцией, если больше ничего не взяли. Но вдова говорит, что походник все ценные вещи в сейфе держал. Но она сказала, что там одной марки не хватало. Кать, поезжай к филателистам. Может быть, они что-нибудь знают про эту коллекцию. Хорошо, Александра Николаевна. Да, Кать, слушаю. Что, не отдыхается? Нет, не отрываешь. Я на даче у тестя загораю. Что у тебя? А что, Саша, не позвонишь? Ну, хорошо, давай, слушаю. Значит так. Возьми описание коллекции у вдовы Лотмана и спроси у филателистов. Сколько она может стоить у нас? Сколько за рубежом? Да, еще. Сколько может быть ее аукционная цена? Вообще, поспрашивай. Может, они что-то слышали. Может быть, кто интересовался коллекцией. Потому что, судя по всему, Лотмана грохнули именно из-за нее. Ну, вот и действуй. Ну, что? Будем загорать дальше. Субтитры создавал DimaTorzok Мне что прийти, когда меня убьют? У меня голова пробита, все тело в синяках и шарф. А вас что, убили? И шарф украли. Найдите подлеца. А что случилось? Вы кто, простите? Я Павлов, Игорь, таксистом работаю. Возвращался после работы вечером домой. Ну, там через пустырь надо идти. Так? Ну, как обычно, иду. И тут на меня напали в первый раз. А почему же вы не пришли к нам сразу? Так я пришел. А вот этот сказал, приходите, когда вас убьют. Я не совсем так сказал. Ну, так или не так, а заявление мне написать не дали. Через вашего дежурного еле прорвался. Я тогда еще подумал, ну, ладно. Мало ли, по пустырю там идиотов ходят. Ну, их действительно много ходят. А что произошло во второй раз? Это как раз вчера было. Все повторилось. Только уже в подъезде. Мне сзади погладили, я отключился. Хорошо, сосед вышел. Ну, фактически спас меня. Он же мне и сказал, иди в милицию. Вот я пришел. Может, нас просто ограбить хотели? А что же не взяли-то ничего? А вы подозреваете кого-нибудь? У нас в таксопарке работает механиком Лобов. Он ставит левые запчасти на наши машины, а новые продает. Тут недавно была овалия. Машина потеряла управление, и водитель наш, Димка, в реанимацию попал вместе с пассажирами. Я к нему, к этому Лобову подошел, сказал, я в милицию пойду. И вот как раз через два дня на меня напали. Знаете что, Игорь, запишите эту вашу историю на бумаге, хорошо? Ага. Ну, вы будете этим заниматься? Да, конечно, будем. Только вот самые лучшие наши кадры, капитан Лапин, этим и займется. Запишите все, и отдайте обязательно капитану. Так я пойду? Да. Спасибо. Катя, а что ты все время пишешь? Это личное. В нашем коллективе не может быть ничего личного. Роман, не приставайте к Кате. Вам самому нужно написать отчет по последнему делу. У меня перерыв. Я думаю, как сформулировать следующую фразу. Думайте, думайте. Кать, что у нас по маркам антиквара? В Союзе филателистов ничего не знают об этой коллекции, но по описанию вдовы сказали, что, скорее всего, это очень полная мотивная коллекция. А что значит мотивная? Мотивная – это коллекция, объединенная общностью сюжетов или изображений. И если бы в этой коллекции была еще одна марка, так называемый перевернутый Квисланд, то цены бы ей не было. То есть убийца не прогадал? А у кого есть этот Квисланд? Перевернутый Квисланд. В России неизвестно у кого. Официальных данных нет. То есть ни следов, ни свидетелей? Накрылась премия в квартал? Ну да ладно. Хочу знать ваше мнение о заявлении Павлова. Я надеюсь, вы все ознакомились с ним? Если Павлов говорит правду, то Лопова надо брать. А доказательства? Доказательства найдутся. У них там целый автопарк, доказательства. Но это если он говорит правду. А если Павлов ошибается? Ну да. Избили его случайно. Но это нам и придется выяснить. Кто займется? Давайте монетку бросим. Ром, прекрати. Ну, во-первых, нас трое. Ну, вместе с Александрой Николаевной четверо. А во-вторых, идея не очень умная. А заниматься всем вместе таким плем делом – потрясающая идея. А никто не предлагает заниматься всем вместе? Еще немного буду назначать. По-видимому, придется заняться мне. Нет. В таком случае займусь этим делом я. Хорошо. Вместе. Поехали в таксопор. Вдвоем? С Катей. Втроем. Эй, стоп-стоп-стоп-стоп. Это закрытая зона. Хотите заказать машину – обращайтесь диспетчеру. Скажите, пожалуйста, где можно найти механика Лобова? Нам нужно переговорить с ней. Насчет недавней аварии. Лобова? Лобова. А вон диспетчеру. Она знает. Спасибо. Спасибо. Добрый день. Не подскажите, как найти механика Лобова? А он только что с вами говорил. Добрый день. Вышел из машины. Чего? Вышел из машины. Руки на крышу. Руки на крышу. Ой. Ну, дай я тебе. Боже. Привет. Привет. Ты уже дома? Ну, не все же тебе меня ждать. Давай скорее, сейчас буду тебя кормить. Ну, рассказывай. Почему ты так поздно? Почему ты такой уставший? Мы что, поменялись ролями? Обычно эти вопросы я тебе задаю. Не увиливай. Да, ничего такого не случилось. Просто один из родственников больного прислал анонимку в совет директоров. Те прислали к нам проверку. Вот и попросили весь персонал задержаться. Мы же частные клиенты. Ну, хочешь, я узнаю, кто отправил эту анонимку? Да нет, спасибо, не надо. Мы знаем. Я думаю, в Америке такого бы не произошло. Саша, ты решайся, а то я одной ногой здесь, другой там. Наверное, поэтому меня так раздражают все эти проверки. Женя, я думаю, что в Америке в клиниках своих заморочек выше крыши. А мне кажется, что они все-таки другие. Решайся, Саша. Присаживайтесь, Петр Глебович, нам предстоит серьезный разговор. Вот заключение экспертизы, согласно которой на машинах, которые вы обслуживали, восстанавливаясь левые запчасти. Ознакомьтесь, пожалуйста. А в контексте последней аварии, это тянет на хороший срок. Что скажете? Я? Да. Да. Я не хотел. Ну, надо семью кормить, матери помогать, она слегла, а зарплата маленькая. Ну, вот я решил, так, на стороне. Но это не снимает вины? Понимаю. Деньги очень нужны. Настолько, что можно убить человека? Чего? Кого убить? Так, не надо дурака валять. Вы разговаривали с Игорем Павловым чуть более недели назад. С этим придурком? Ну, говорил. То есть он со мной говорил. И что? А о чем был разговор? Он мне угрожал. Угрожал, что... Да ничего, если я сам в милицию не пойду. И вы организовали на него два покушения. Да какие покушения? Слушайте, а о чем вы? Я ничего не понимаю. Ну, хоть убейте, не понимаю. Я вам объясню. На следующий день, после вашего разговора с Павловым, на него было совершено покушение. Первое. Так он же вышел на работу. Какое покушение? Покушение настоящее. Да, он вышел на работу. Вы его увидели, поняли, что что-то сорвалось, и через несколько дней его вновь пытаются убить. Но он опять чудово остается жив. Слушайте, зачем мне убивать Павлова? Слушайте, это бред какой-то. Сержант, я не... Понимаете, я ничего не организовывал, ей-богу. Карпураторы, да. Тормозные колодки, да. Идем? Но я не... Я не виноват. Погодим. Польно же, перестаньте. Привет. Привет. Здорово. Ага. Коль? Да. Мне то же самое. Хорошо. Ну что, есть две новости, хорошая и плохая, с какой начинать? С хорошей. Дело Лобова передается в прокуратуру. Отлично. Ну не радуйтесь. Плохая новость. Мы начинаем опять дело о покушении на жизни Павлова. Это хорошо. И опять никаких зацепок. Как говорит мой дедушка генерал, когда никаких зацепок, начиная с начала. А что у нас было в начале? Подерпевший. Надо его допросить. Да, но не допросить и поговорить. И желательно в непринужденной обстановке. Вот я этим и займусь. Без вас. Может быть, все-таки я с вами? Ну ладно. Саша, я тебе посоветую, прихвати с собой Комарова. Пускай она смотрит одежду, в которой был Павлов, когда на него покушали. Хороший совет. Пока. Ну что, по пивку? Издеваешься? Я же за рулем. Ага. На-ка тебе. Тебе мой компот. Коль. И пиво. Молодцы. Работаете. Поймали этого негодяя Лобова? Если что, я знаю, где у него дача. Он там может прятаться. Вы не беспокойтесь. Мы его поймали, но к нападению на вас он не имеет никакого отношения. Как не имеет? А кто ж тогда имеет? Ну вот это мы и пытаемся выяснить. Можно я? Да. Расскажите, пожалуйста, как на вас нападали? Я же рассказывал. Вы что, не записывали, что ли? Ну еще раз. Вдруг какие-то подробности вспомните. Подробности. Первый раз на меня напали на пустыре и сбили. Второй раз мне дали по голове и чуть не задушили моим собственным медальоном. А вы уверены? В том, что меня чуть не задушили, а след у меня на шее. Так, простите, а позвольте разглянуть на медальон? Да, пожалуйста. А расскажите, пожалуйста, откуда этот медальон у вас и что это вообще за медальон? Спасибо. Это подарок. Дед незадолго до смерти мне его подарил. Вот я его с детства и ношу. А, да. Я же его снимаю только в ванной. Кстати, когда на меня в первый раз напали, я его дома забыл. А во второй раз? А во второй раз он был на мне. Но сосед вовремя вышел. Выходит, он мне жизнь спас этот медальон. А. Что, Юрий Семенович? Он должен открываться. Хотите, я покажу, как? Нет, спасибо, я уже сам догадался. Вот что значит специалист. Ну что? Юрий Семенович, так это перевернутый Квисланд. Мне ее в союзе филателистов в каталоге показывали. Что, тот самый что? Ну да, она самая. А еще говорили, что в России нет. Так что, марка дорогая? Если настоящая, то очень. Поздравляю вас, господин Павлов. У вас на шее висело целое состояние. И вас не душили, а пытались сорвать медальон. Скажите, пожалуйста, а кто-нибудь знал о том, что в медальоне есть марка? Никто. А, ну, Верка, жена моя бывшая. Она говорит, марка же испорченная. Да, говорит, ее выкинем и ставим туда наше фото. Я говорю, нет. Надо дедовский наказ исполнять. Правильно, правильно сделали, что исполнили наказ. Мы вас заберем медальон на некоторое время. Не переживайте, мы оставим вам расписку. Все будет в порядке. А чай? В следующий раз, в следующий раз. Спасибо вам огромное. Спасибо. До свидания. До свидания. Не волнуйтесь, все будет хорошо. До свидания. А как же… Ну что, все начинает проясняться. Надо встретиться с его бывшей женой. Как ее зовут? Верка. Ну вот, надо выяснить, что она, с кем она. Ну, все как обычно. Ну, мне заняться, да? Нет, я позвоню Максу и Ромке. Пускай они это делают, чтобы… Стойте, подождите. Что такое? Вы что-то вспомнили? Знаете, сейчас вот прям в мозгу стрельнуло. Когда на меня в первый раз напали, у него на руке тут и уровка была. Лилия. Лилия – это имя? Нет. Ну, это как у Миледи в трех моштетерах. А где на руке-то? На правой руке. На правой? Точно? Точно. Спасибо. Это поможет вам его найти? Конечно, поможет, безусловно. Спасибо огромное. Я, если что, вспомню, я вам еще скажу. Да-да-да, обязательно. Всего доброго. Э, Марочку, не десняйся. Чаю. Что? Саш, ты что зашла? Хотела, что? Скажи, пожалуйста, в твоей практике был такой случай, чтобы воровали марки? И марки, и доллары, и рубли. Нет, я имею в виду почтовые марки. Ну, я с этим не сталкивался, хотя было одно дело, до революции один коллекционер. Подожди, давай оставим царскую Россию в покое. А вот как ты думаешь, из-за марки убить могут? Смотря сколько она стоит. Ну, очень много. Тогда могут. А скажи, по-твоему, коллекционер сам это будет делать или наймет кого-нибудь? Ну, при таких больших деньгах, конечно, наймет. Потом, коллекционеры люди очень нервные, очень тонкой такой, душевной организации. Я тоже так думаю. Чего, ты ничего не понял? Итак, у нас есть очень хороший мотив для задержания. Сейчас. Точно. Здравствуйте. Привет. Добрый день. Я смотрю оживленные беседы. Здравствуйте. Не вводите в курс дела. По бывшей жене Павлова ничего, она не привлекалась. А вот ее нынешний муж, это совсем другое дело. Хромов. Георгий Павлович, ранее судим, сидел за валютной махинацией. Сейчас работает брокером на валютной бирже. Вот страна. Раньше за это сидел, теперь этим деньги на жизнь зарабатывает. А этот брокер сидел с рецидивистом. Этот рецидивист некто змей. В миру Борис Титов. Разыскивался за грабеж, недавно вышел. Это я в архиве нашла. То есть вы хотите сказать, что Хромов нанял этого змея? А ты знаешь, здесь интересная штука получается. Отец этого Хромова был очень известный фалтилист. Он мог знать о коллекции антиквара. А что, если сынок решил продолжить дело папы и собрать всю коллекцию воедино, а? То есть, часть коллекции взяла у антиквара часть, хотела Павлова? Хитрый мужик. Вот мы чего думаем. Надо брать этого змея, колоть. И если расколем, то будет повод для задержания Хромова. Ну, брать, это хорошо сказано. Адрес вы пробили? Адрес-то есть, но он там предпочитает не появляться. Но мой информатор сказал, что он регулярно с друзьями бывает в банном комплексе на Соколе. Что значит регулярно? Как раз завтра он там будет. Банный комплекс? Это хорошо. Ну, что ты раньше времени-то? Ну-ка, давай, отрабатывай. Давай, вот так, язычком давай. Вот, 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 вот. Все оставаться на местах! Руки! Привет, ребят, с легким паром. Что от нас нужно нашей доблестной милиции? Вот лично от вас ничего не нужно. А вот господин Змей поедет с нами. Обсудим его увлечение филателлией. Что за дела? Пакуйте их. Ну что, Титов, поговорим? О чем? Я и ничего не делал. Ну, в общем, ваше участие в убийстве антиквара Лотмана можно считать доказанным. На ручке входной двери обнаружена кровь. Экспертизм докажет, что это кровь ваша. У меня третья группа. У всех такая же. А при чем тут группа? Существует генетический код ДНК. Ошибки не будет, если кровь ваша. Я это слышал. Ну, че ж, это другие понты. Ну и чего? Был я в квартире антиквара. Он приглашал меня в качестве этого. Эксперта по безопасности. А по палец я раньше порезал. Да, я его и пальцем не тронул. Какого эксперта, по какой безопасности? Вы забрали у антиквара Лотмана марки и деньги. Да какие марки? Я че, ребенок, что ли, марки-то играть? Что, вон у меня дома облаку устроить, ни одной марки не найдете. А никто не сомневается, что там ничего нет. Уже давно все у заказчика. У какого заказчика? У того самого, который вам заказал снять медальон с Павлова. С какого Павлова? С того, на которого вы покушались. Да я не знаю никакого Павлова. Он вас опознал. Недобиток. Ну, ладно. Каюсь. Мужичка почистить хотел. Медальончик отпад. Медальончик отпад. Ну, не такой степени, чтобы ради него два раза покушение... Ну, я же говорю, медальончик отпад. Ну, а как вы его разглядели? Он же был у него вроде нательного креста. Назовите имя заказчика. Какого заказчика? Да никто мне ничего не заказывал. По бедности я, по бедности. Огорчайте, огорчайте. Хотите всю вину на себя взять? Есть варианты? Есть варианты. Одно дело, если вы сами планировали покушение и убийство. Другое дело, если действовали под давлением. Под давлением? Угу. Это, то есть, меня заставили? Да. Принудили? Принудили. Ну да, да. Два раза принудили. То есть, вы хотите сказать, что вы сами ничего не планировали, а выступали в роли простого исполнителя? Ну, почему простого? По принуждению. По принуждению. И чтобы вам было совсем хорошо, мы знаем имя вашего заказчика. Это... Хромов, Георгий Павлович. Хромов, Георгий Павлович. Знакомы вы с ним по зоне. Когда Георгий Павлович узнает о том, что вас арестовали, он найдет нового исполнителя, только закажет вас. Потому что кроме вас, его сдать никто не мог. Чего это я? Устал. Короче говоря, решать вам титул. Ну, только чем дольше вы здесь будете сидеть, тем больше вероятности, что об аресте вашем узнает Хромов. Сержант! Уведите задержанного. Есть. На выход. Одних показаний Змея на Хромова мало. Почему? Да потому что на суде он от своих показаний может отказаться. А если нет, рецидивист свидетель ненадежный. Тут его слово против слова Хромова. Надо Хромова брать с поличным, когда он будет Марку передавать. А Змею нужно послать к нему с микрофоном. Он же не знает, что Змей у нас. Но это все завтра, пока. До свидания. Я только тебя очень прошу, если начнут бить, сделай все, чтобы не попали по микрофону. Ничего себе! Значит, по мне можно, а по этой штуковине нельзя, да? Именно так. По тебе можно, по ней нельзя. Так, давай проверим. Скажи что-нибудь. Давай, скажи что-нибудь. Ну, могу. Раз, два, три. В натуре работают. В натуре поехали. А медальон? Он у меня, потом получишь. Поехали. Он вошел. Слушаем. Присаживайся. Принес? Принес. Правда, пришлось действовать, как в сказке про красную шапочку. Съел волк бабушку? Насмерть. Про красную шапочку, это он хорошо. Да, очень мило. Не мешайте, ребята. Показывай. Папки покажи. Змей, ты меня что, плохо знаешь? Все есть. Показывай. Ну, смотри. Что это? А ты позови хозяина. Он и появится. А мне пора. Вот урод. Скинул микрофон. Ребята, объект делает ноги. Включайтесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Опа! Вот так. Вот ты и дома. Ручки? Спокойно. Ну и куда ты, ясный сокол, бежать собрался? А куда ж с деньгами-то бегут? За границу. За границу. Это хорошо. Это даже очень хорошо. Пакуйте, ребята. Пошел, пошел. Ну и зачем ты бежал? Бес попутал. Сами же марочку-то дали. Кто сказал, что дали? В медальоне ничего не было. Ну вот я и говорю. Бес попутал. Так или иначе, господин Титов, но ваши действия тянут на хороший срок. А помощь следствию? Ну ты нахал. Мы за тобой гонялись, это тоже помощь? Хромова-то я вам сдал. Да, Хромова сдал. Сержант, уводите. На выход. Че? Садись. Господин Хромов. Ваша любовь к филателии затянула вас очень далеко. Эту гадину Лотмана давно надо было убить. Он моего отца ограбил и до смерти довел. Павлова тоже надо было убить? Зачем? Зачем этому идиоту перевернутый Квисланд? Он даже название этой марки не знает. Эта марка все равно потеряна для общества филателлистов. А вы хотели осчастливить мировое филателлистическое сообщество новой коллекции. Хватит врать. Вы просто хотели загнать это. И потонуло бы это где-нибудь за кромах какой-нибудь заграничного коллекционера. Потому что вы бы не смогли доказать чистоту происхождения коллекции. Несите бумагу, я все напишу. Бумагу? Это хорошо. Это хорошо. Он-то видишь, куда летит? Да ну... Господа сыщики, дело закрыто. Можем отдыхать. Что ж теперь с марками будет? Одну Павлову, остальное вдове, как положено. Вова вдова теперь будет гоняться за Павловым. Впрочем, не одна вдова, он теперь мужчина состоятельный. А может, он просто женится на вдове? Ну, она хоть женщина в летах, но вполне видно. Продадут коллекцию, заживут в свое удовольствие. Да это вряд ли. Вдова никому не даст пожить в свое удовольствие. Скорее, Павлов станет у нас постоянным клиентом. При каждом чихе будет бежать и жаловаться, что его хотят убить. Слушайте, а давайте не будем отдавать марку Павлу. Прекрасная идея. Ребята, разбогатеем. Ну, ладно, богачи, пошутили и по домам. Все. Ну, ладно. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Здорово, мужики. Привет, Саша. Ну что, я вовремя? А ты всегда вовремя. Здравствуйте, Александра Николаевна. Так, а где Женька? Женька с американцами на встречу, у него там решается сегодня все. Американцы — это хорошо. А Катя где? Фу. Где родственники из «Магнитки» приехали, она им Москву показывает. Понятно. Саша, привет. Здрасте, Юрий Семенович. Здорово. О, а Даштевич? Даштевич подъезжает, наверное, в пробках где-нибудь. Какие пробки? Он на электричке. Ну, не знаю. Вот. Так им дается собраться вместе. То одно, то другое. Руки! Ну, что-ка понюхать. Ну, что ты… Что скажет экспертиза? Ну, что, пахнет мясом, но окончательное решение даст Даштевич. Ха-ха. После вскрытия. Ха-ха. Пахнет с чем-нибудь. Не на работе. Ну, порез что-нибудь. Налей. Ну. Я водочки налью. Ха-ха-ха. Ну, тогда уж всем наливай. Золотые часы не в моде, в моде платиновые. Мы с тобой не знакомы вроде, но мы были уже в беде. Не по возрасту скажут юбка, не оглядывайся. Володая еще не созрела в поросли. Радуйся. Да я не собираюсь жить, я не собираюсь жить, как кому-то хочется. И врагов еще прибить, взять и всех прибить. Руки чешутся. Да я не побоюсь любить, я не побоюсь любить. Даже если колется. Ничего не просчитать, не угадать. Мысли месяца. Хьюстон. 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 Скучать по нашей природе будете. Там пустыня. И под гитарку испоете. Почему? Там банчик. Женька, сейчас извините. Да, Жень. Да, поняла. Поняла. Все. Мы никуда не едем, Женька отказался. Что-то я не вижу радости на лицах. А чего нам радоваться? Я бы твое место занял, Ромка бы мое. Катя мое. А я бы наконец на пенсию вышел. Какой ужас, боже мой! Какой кошмар! Ой-ой-ой. Ха-ха-ха. 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Продолжение следует...